Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку из профильной трубы. Также вам расскажу о своем недавнем приобретении. Я думаю, многим будет интересно. А мы приступаем к изготовлению самоделочки. Всем приятного просмотра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 и поместится в любой бардачок в автомобиле. Также обладает рядом преимущества. Например, можно использовать в качестве повар-банка емкостью 8000 мАч. Ну или, допустим, использовать в качестве автономного источника света мощностью 300 люмен. Ну и большим преимуществом считаю, что можно использовать в качестве знака аварийной остановки. Также у данного устройства есть вот такая вот раскладная ручка. То есть можно использовать как для знака аварийной остановки, а можно также использовать для переноски данного гаджета. Давайте включим свет и посмотрим, как все это работает. Нажимаем один раз. Второй раз. Вот теперь он чуть потише светит. Третий раз нажимаем, горит знак аварийной остановки. И четвертый раз нажимаем, знак аварийной остановки начинает мигать. Ну а теперь хотелось бы продемонстрировать, как с помощью него можно завести автомобиль с севшим аккумулятором. Итак, чтобы завести при помощи автоспасателя при севшем аккумуляторе, нужно выполнить следующую операцию. Подключаем крокодила к аккумулятору. Красный плюс, черный к минусу. Теперь подключаем автоспасатель. И включаем. Все, можно пробовать заводить. Все, машина завелась. Отключаем автоспасателя. И отключаем клемму. Все, машина завелась. Ну а сейчас тест, как светится автоспасатель. Смотрите, как ярко светит. Вот знак обычный. И вот автоспасатель. Давайте сейчас мигающий включим режим. Посмотрим, как будет на мигающем выглядеть все это. Купить комбинированное пускозарядное устройство автоспасатель 3 можно в магазине Даджет. Ссылочку на магазин оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Купить комбинированное устройство автоспасатель. Купить комбинированное устройство. Купить комбинированное устройство. И так, друзья, вот такая простенькая шпалера сегодня получилась. Изготавливал я ее из 20 профильной трубы, стенка полторашка, можно было сделать из 15 трубы, но данная шпалера будет находиться на улице под дождем, и именно из 20, я думаю, она будет поувереннее смотреться. Также в очередной раз удостоверился, что нужно все-таки работать с полуавтоматом, потому что сваркой очень много теряешь времени, когда зачищаешь, убираешь шлак. Также напишите в комментариях, пожалуйста, какой бы вы посоветовали полуавтомат. Сейчас на рынке их просто огромное количество, и действительно хороший полуавтомат очень тяжело выбрать. Ну и также удостоверился, что все-таки красить нужно краскопультом, потому что красить из баллончика, это, как говорится, детская затея. Я с краскопультом ни разу не сталкивался, поэтому тоже напишите в комментариях, какой лучше краскопульт, как его выбрать. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok